Здесь столько кукол, которых я видела раньше только на ebay. Всем привет! С вами Наташа Берсик, и в этом видео мы с вами пойдем охотиться на кукол на рынке Ча-Ту-Чак. Ча-Ту-Чак это огромный рынок, самый большой в Таиланде. И по предварительным данным, там есть какие-то винтажные магазины кукол. В общем, пойдемте вместе искать и проверять. В основном тут продают сувенирную продукцию, аксессуары, недорогую одежду, обувь. Встречаются товары ручной работы, местного производства, очень много винтажных товаров. В общем, каждый найдет здесь для себя что-то интересное. По пути к винтажному магазину нам тоже встречаются куклы. Например, вот такие мягконабивные милашки. Магазин называется Субджай Дол. О, ребята, кукла-сумки вернулись! Как вам такой вариант? Вот мы и нашли винтажный магазин. Он очень маленький, но кукол здесь много. То есть это буквально такой закуток, где на полках и под стеклом лежат куклы. Глаза разбегаются. Здесь столько кукол, которых я видела раньше только на ebay. На верхней полочке стоят винтажки. И вот эти куклы с большими ресницами, это очень популярные куклы. По-моему, они выпускались в 70-е, и у них меняется длина волос. На следующих полках маленькие куклы, и их тут огромное множество. Тут есть и какие-то подделочки, и малышки-сестры Барби. К сожалению, не все бренды мне знакомы. Я бы даже сказала, большинство мне неизвестны, поэтому если кого-то узнаете, то пишите в комментах. А это практически целая полка с куклами Шарлотта Земляничка. И вот эта малышка мне так нравится, озорная. На самом деле, вон там в углу еще прячется очень много необычных кукол. Но пока нет хозяйки магазина, я не хочу хозяйничать, доставать. Поэтому пока снимаю все, что вижу внешних куколок. Внизу целая кучка разных кукол. Боже мой, у меня здесь глаза разбегаются. На самом деле, все в несколько слоев. Всего очень много. А, внизу, там даже и незаметно с первого взгляда, там Барби. Какая красивая Тереза. Она, скорее всего, в неродной одежде. Поэтому какая-то коллекция, я не понимаю. Узнаете? Пишите обязательно. Ариэль. Все куклы, конечно, в не очень хорошем состоянии. Растрепанные. What is your name? Нусарана. Nice to meet you. Пришла хозяйка магазина и рассказала, что это все ее коллекция. So you are a doll collector? Yeah? Doll collector? Yes, yes. Сказала, что уже хочет с ними распрощаться. Уже... That's why I have to tell you. Да, говорит, что это ее коллекция, но уже говорит, хочу с ней распрощаться. Дочери нет, чтобы поделиться. И вот, говорит, решила их распродавать. We are from Russia. Коллекция огромная. На самом деле, несмотря на то, что комната маленькая. Так что у нас сегодня, получается, рубрика коллектор. Несмотря на то, что мы в магазине. Там прячется какая-то красотка Барби 90-х. Кто-то упал. Здесь вообще много кто упал. Да, сложно, конечно, рассмотреть все из-за того, что, как таковой, нет выкладки всех кукол. Но, надеюсь, я все-таки найду что-нибудь интересное для себя. О, Бэби Борн в масочке медицинской какой-то винтажной. Так много забавных кукол, которых я вижу впервые. О, вот эти мне встречались. Он там улыбается. Очень много вот таких голубоглазых кукол. Что-то похожее на Барби, но не Барби. В общем, сегодня это видео комментируете вы и рассказываете мне про эти бренды, потому что я не в теме. Глазками пытаюсь найти каких-нибудь необычных кукол, которых я уже присмотрела ранее. Меня интересуют куклы с разными необычными механизмами, которые смеются. Ну, вы знаете, если вы смотрели мои обзоры на необычных кукол. О, ребята, я нашла Монстер Хай. Причем здесь есть и подделки. Гил, как тебе здесь живется? О, там есть Братс, Гулия. Ну, наконец-то я знаю имена кукол. А то я себя чувствовала слегка некомфортно. Ой, ребята, вы там как? Фрэнки вместе с Дьюсом упали. Есть даже куклы-животные. Вот такой котик. Вот это уже не первый раз попадается. Напишите, что за бренд. Очень интересно. Музыка. 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 Смотрите, какие милашки широколицые, милашки-улыбашки. Тут их несколько. Вот эти очень необычные. Смотрите, какие лица неординарные у этих кукол. Вон там еще девочка, мне кажется, из этой серии. И, по-моему, это немецкие куколки. Вот еще прелесть чекастенькая. Я заметила, что в этой коллекции очень-очень много игровушек. Всяких пупсов и так далее. Заметила, что у кукол всегда проблемы с подмигиванием. Выглядит это всегда очень пугающе. Не знаю, передает ли камера, но пластик у этой куклы прям зеленого цвета. Вот так со временем меняются материалы. О, какая красивая кукла. Необычная такая. Видите, что-то более современное соседствует с винтажными. То есть тут прям микс очень-очень много разных кукол. Ну а здесь целая стойка с младшими сестрами Барби. Куклы-малышки. И не только. Смотрите, какие маленькие излюки. И какие-то милые азиатские куколки. Какая необычная. Глазки закрываются. У этой куклы такие темные-черные глаза. Вроде пупс, а выглядит пугающе. Ну, такая дружная компания. Есть даже кукла-бабуля. О, Cabbage Patch Kids. Малыш из капусты. А это кто? Интересно. О, вон еще малыш из капусты. Их здесь много. Смотрите, какая интересная мягкая набивная кукла. Даже лицо. Оно пластиковое, но перетянуто. И выглядит так необычно. Водле куклы меняется длина волос. То есть хвост можно спрятать внутри головы, и у нее будет колешка. А, и у этой тоже такой механизм. Это ее маленькая версия. Вот это, кстати, посимпатичнее. Это уже потрепано жизнью. Видно и глаза у нее, испорченное пятно на лбу. И волосы уже такие прям жесткие. Если потянуть за это, волосы начнут прятаться в голове. Но, наверное, мы не будем это делать. А вот это как будто обновленная версия такой же куклы. Тоже у нее меняется прическа. Но уже видно, что рисовка более современная. Здесь тоже глаза мутные. Может, это, конечно, можно отмыть. Но она такая симпатичная. Не уверена, что в родном аутфите. У нее тоже здесь есть механизм. В общем, я уточнила у хозяйки. Показала ей кукол, которые мне нужны. У нее их нет. Есть, возможно, одна дома. Но она не уверена. А по поводу кукол, у которых меняются волосы, я положила глаз на эту. Она такая миленькая. Но я погуглила. И, по-моему, это все-таки не оригинальный аутфит. А винтажек я бы хотела приобретать в их оригинальном образе. Пусть без коробки, но хотя бы в родном платье. Поэтому, наверное, остается здесь эта блондиночка. Сейчас еще на других посмотрю. И еще поковыряюсь. Может быть, что-то найду интересное для коллекции. Вот такой обнаружен набор. Я могу быть учителем балета. На самом деле, мне кажется, это нулевые, но вид такой. И цвет пластика желтый, как будто это уже винтаж-винтаж. Скорее всего, на солнце идется. Ну да, потому что сама коробка нормально выглядит. Я давно засматриваюсь на кукол Тами от компании Идеал. И вот это ответвление бренда Тами. Такие подросшие куклы. Вот здесь они представлены. Вот это не уверенно, а вот это точно из этой оперы. Так, что там еще? На самом деле, я в шоке от многообразия брендов. О, там Барби, кстати. О, и какая-то, какая-то Лика, точнее, старшая сестра. Надо посмотреть. Вот это оказалось очень тяжелой. Тут прям тяжелая резина. Ой-ой-ой, просто дни, пожалуйста, кто-то упал. А, вот это вообще красиво. Понравилась эта маленькая куколка. Аутфит у нее не родной. Он создан как раз этой женщиной. И забавно, что здесь матрешки на платье с сердечками. Ну и платье очень милое. Так, я хочу взять вот эту куклу. Причем хозяйка магазина хочет найти коробочку для меня. Я пока не буду вам ее вблизи показывать. У нее интересная история и прикольная мордашка. И еще возьму одну из этих кукол. Ту, что в коробке. Там тоже интересная история. Хочу ей с вами поделиться. По стоимости вот это полторы тысячи бат в коробке. Это тоже полторы тысячи бат. Она распакованная, но коробочка вроде как будет. Ну и плюс она постарше, я так понимаю. Какая-то очень необычная кукла. У нее болтается голова. Бременский музыкант. Ох, тут еще шкаф. Я сюда даже еще не заглядывала. Просто бесконечная коллекция. К сожалению, сделать такой полноценный обзор коллекции, как в рубрике коллектор, не получается. Потому что, во-первых, трудности перевода я не говорю на тайском. Хозяйка магазина не очень хорошо говорит на английском. Плюс ко всему, она не помнит бренды всех кукол. Я бы сказала, даже большинство не помнит. Ищет в интернете, равно как и я. Поэтому жду от вас бренды, которые вы знаете. Кукол, которых вы узнали. Может быть, вы увидели какие-то жемчужинки здесь. И мне нужно вернуться, что-то взять в коллекцию или для обзора. Поэтому жду комментариев. В итоге я ушла с одной куклой, а за второй вернулась на следующий день. Ну, Сара, так зовут продавщицу. Как и обещала, нашла коробочку и принесла ее. Я очень обрадовалась, потому что я люблю полные комплекты кукол для обзоров. К тому же, коробка очень детализированная. Ну, а сейчас вернемся в предыдущий день, потому что там мы с вами еще не закончили. Рядом с рынком Чатучак есть винтажный торговый центр. И он просто огромный. В нем несколько этажей. В нем можно найти практически все. Начиная от техники и предметов интерьера, заканчивая бесконечными рядами с одеждой и игрушками. Охватить все просто невозможно. Но я вас уверяю, здесь очень много редких и интересных экземпляров. Среди винтажных игрушек встречаются персонажи мультфильмов. Гриффины, ох уж эти детки, Папай-моряк и многие другие. Иногда попадаются куклы формата 1 к 6 в не очень хорошем состоянии. Очень много винтажных игрушек. Роботы, обезьянки, пупсы. Целые выставки из винтажных пупсов Кьюпи. Герои Кошмар перед Рождеством. Чаки, Тинкербелл. Глаза просто разбегаются от обилия знакомых и ностальгических персонажей. Но мы с вами пришли охотиться на кукол, поэтому поподробнее остановимся на этой коллекции. Итак, мы с вами сейчас находимся в торговом центре около рынка Чатучак. И здесь магазин винтажных, я бы даже сказала, антикварных кукол. И здесь есть кукла, про которую я спрашивала в прошлом магазине. Это Сьюзи со сменными эмоциями. И еще здесь очень много кукол Ширли Темпл. Это та самая девочка-актриса. По-моему, она снималась в 20-х или 30-х годах прошлого века. И по ее образу сделано очень много кукол. Хозяйка магазина рассказала, что все куклы Риборн, представленные здесь, созданы русским автором. Сейчас пытаюсь узнать имя. Интересно. Она говорит, что работы этого автора дорогие, но очень хорошие. Анастасия Гангало. Анастасия Гангало. И эта вот, включая ее. Она названа дадь. Дадь девят. Да. О, да. И это очень трудно покупать и очень красиво. Какая? Это 1,000 USD. И некоторые люди покупают больше. Потому что это трудно покупать. И она в 60-70 годах. И она в хорошем состоянии. И все прекрасно. И все оригинальное. И у тебя много Ширлии. Я люблю Ширлии. И она очень мастер. И это Диана Дубин. Диана Дубин. Диана Дубин. Это белый. И вот этот. Почему она без крови? Она без крови. Она без крови. Она без крови. И это очень красиво. Я могу двигаться. Я показываю вам. Она у нее блевая глаза. Я знаю. Да. Очень красиво. Она антикет. И это из-за коронавируса. И шу. И все. И все. И сколько? Это я не покупаю. Ага. И что год? Это год создания? 90-90 год. Ага. Так что начало 20-х годов. Да. И волосы. В чём волосы. Да. И волосы. Знаешь, Таи люди. В чём волосы. 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 Но я чувствую, что эта. Она очень маленькая. И она просто дверь. Не волнуйся. Иногда люди говорят, что это так страшно. Я чувствую, что люди страшны, чем дверь. Да. Я согласен с тобой. И она очень красивая. Да. Очень красивая. Да. А это, можно сказать, родственница Дороти. Посмотрите, ей лицо похоже. Только это более крупный формат. Это тоже немецкая кукла. Так что вот здесь её старшая сестра живёт в Таиланде. Да. В моём доме у меня более 5,000 долларов. 5,000 долларов? Правда? Вау. И вы продали их из вашей коллекции? Да. Потому что нет спадов. Очень красивая. Да. Я называю, что она лаппи. Ок. Открытие куклы. Да. Красивые девочки. Да. 안녕. Очень красиво. И оригинальным куклом. Да. как красиво. Так cartoon уже я уж Galilei. Это мадам Александр Брэнфьер, тоже флиртующие глазки, видно, что человек прям горит своей коллекцией, про каждую куклу говорит, она такая красивая, она такая милая, говорит, на меня похожа, очень симпатичная, очень красивая. Вот такая Ширли Темпл, немножечко крепойненькая, смотрите, она прям расколотая, с белёсами глазами, стоят 14 тысяч бат. Does she work, and how much is Suzy? This one for facial I love, and I have a lot. And she working for Kim, you know her? Yeah, I know, yeah. That she changes her face. And how much is this one? This one I already sold out. Ah? Sold out already. Ah, sold out. But what was the price before? I sell 7000. 7000? Yes. Оказалось, что у этой девушки просто тысячи кукол. Причём они распределены по двум странам — Таиланд и ещё в Гонконге половина коллекции. Очень много реборнов, с её слов тоже тысячи, и она обожает Ширли Темпл. У нее их очень-очень много. Мне запало в душу вот это, потому что она такая криповенькая, пугающая. У нее и глазки непонятные, и она вся как будто расколотая. По поводу покупки я, конечно, сомневаюсь, потому что мне это еще ввести каким-то образом в Россию. Кукла большая, увесистая. В общем, буду думать. Симпатяшка, правда? Подходит, да, в мою коллекцию пугающих кукол? Ребят, поддержите видео лайком, если вам нравится погружаться в мир необычных кукол. И мы очень благодарны спонсорам, которые поддержали это видео на Бусти. Это видео вышло благодаря вам. Ссылка на Бусти есть в описании, как обычно. Давайте продолжать вместе изучать кукольный мир. Представляете, я сейчас вернулась к той девушке. Я думала приобрести Ширли Темпл. Она вроде предлагала сделать какую-то скидку. Я пришла это обсудить, а куклу уже продали, представляете? Это просто моя карма так сработала. Я с ней пофоткалась, пообнималась, и кто-то пришел и сразу ее купил. В общем, это был вот такой день в поисках винтажных кукол на чату-чак. Я сегодня увидела так много разных кукол, фигурок. Мне кажется, они будут мне сниться. Но это было очень интересно, надеюсь, вам тоже. Ставьте лайк, если хотите посмотреть обзоры на кукол, которых я приобрела. Жду ваши комменты, ваши реакции. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok